Привет всем, кто сейчас смотрит мой канал. Меня зовут Руслан Амакжанян. Сейчас период накопления витаминов в организме перед предстоящей зимой, поэтому теме свежих специй я на своем канале сейчас уделяю больше времени. Сегодня речь пойдет о крестсалате. Крестсалат – однолетнее съедобное травянистое растение семейства крестоцветное или капустное. Очень неприхотлив в выращивании, легко переносит недостаток солнечного света, устойчив к морозам. Растет в диких условиях, также культивируется в домашних условиях. Его легко можно вырастить даже в квартире на балконе. Надо бы попробовать и снять об этом ролик. Как говорится, начни с себя. Полезные свойства. Подтверждено благотворное влияние крестсалата на работу сердечно-сосудистой системы. Растение нормализует артериальное давление. Особенно рекомендует его людям с пониженным давлением. Оказывает положительный эффект на пищеварительную систему, улучшает обмен веществ, выводит из организма шлаки и токсины. Прекрасное средство для избавления от кишечных паразитов. В составе диет питания дает хорошие результаты при борьбе с лишним весом из-за своей низкокалорийности. Листья крестсалата обладают острым, слегка пряным вкусом. Одним он напоминает хрен, другим редиску, третьим горчицу. Крестсалат употребляют только в свежем виде, добавляют салаты, горячие блюда и подливы. Напишите в комментариях, кто из моих зрителей хотя бы иногда употребляет крестсалат. В моем рационе он присутствует нередко. Противопоказания Возможный вред наблюдают только при чрезмерном употреблении вовнутрь. При наружном применении вредных воздействий не обнаружено. Стоит воздержаться от него людям, принимающим лекарства для разжижения крови, так как в нем довольно много витамина К. Не стоит употреблять излишне много крестсалата. При переедании могут возникнуть проблемы с пищеварением. А вот интересные факты. Опытные повара не рекомендуют нарезать листья салата ножом. Крестсалат нужно рвать руками. Растение является афродизиаком, стимулирующим репродуктивную функцию. Высокое содержание йода в салате показано для нормализации работы щитовидной железы. Эффективно борется с эндокринными заболеваниями. Сегодня мы прослушали небольшой обзор о крестсалате. Подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить новые ролики, жмите на колокольчик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А также делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!